На этот раз копию главного символа победы доставили велосипедисты. Десятая по счёту церемония передачи знамени прошла в торжественной обстановке. Стяг был передан из санатория «Радуга», где находился неделю. Теперь точная копия штурмового флага, который был водружён над Рейхстагом, будет доступна для сочинцев и гостей курорта в холле Приморской. Первая гостиница, построенная при советской власти и ставшая в июне 43-го госпиталем номер 2095. Он входил в состав 56-й армии Северо-Кавказского фронта. Гостиничная ёмкость тогда составляла 87 коек. Но одновременно в стенах нашей гостиницы лечилось 400 бойцов раненых. Кровати располагались в номерах, в коридорах, в холлах. Все силы брошены были на то, чтобы вылечить людей, поставить их на ноги и вернуть в строй нормальной жизни. Подробнее об истории бывшего госпиталя расскажут ученики второй школы, которые совместно с руководством гостиницы «Приморская» подготовили экспозицию военных лет и провели большую поисковую работу, изучая списки тех, кто находился на лечении, и тех, кто умер от ран в Сочи. Это нужно не ветеранам, это нужно нам, чтобы помнили, чтобы знали, чтобы никогда не повторились ужасы войны. Очень радостно, что патриотическое воспитание в нашем городе поднимается на высокий уровень, и после этой эстафеты знамя победы пойдет впереди бессмертного полка. Ветеранам в этот день подарили насыщенную концертную программу, звучали песни военных лет, стихи и были представлены танцевальные номера. Впрочем, встречи с ветеранами и концерты здесь будут проходить до 31 марта. Затем знамя победы будет передано в санаторию «Авангард». Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.